Здравствуйте! Наконец-то и в Архангельскую область в полной мере пришло лето. Хорошая погода, а вместе с ней и пора отпусков, дач и отдыха. Депутаты тоже вышли на каникулы, а мы сейчас постараемся вспомнить самые яркие и важные моменты их деятельности за прошедший период. Итак, множество споров и разногласий вызвал проект областного закона о миссионерской деятельности. Суть его заключается в том, чтобы обязать лиц, ведущих миссионерскую деятельность, регистрироваться в местных органах власти. Для чего? Чтобы так называемые миссионеры не вели экстремистскую и другую незаконную или негативную деятельность на территории нашего региона под видом официальных представителей религиозных организаций. Законопроект на начальном этапе поддержали тысячи жителей, священнослужителей традиционных конфессий, активисты антисектантского движения, а также представителей регионального управления ФСБ, но не все депутаты областного собрания. Отчего и разгорелась жаркая дискуссия. Правда, спустя некоторое время, видимо, спустив пар, законопроект все же поддержала подавляющее большинство депутатского корпуса. Таким образом, теперь всем лицам, осуществляющим миссионерскую деятельность на территории Архангельской области, надлежит уведомить об этом органы власти. Другой обсуждаемой в обществе и депутатами темой стало наше предложение изменить федеральное и областное законодательство, в части бесплатного предоставления школьникам специальных рабочих тетрадей. Федеральный закон об образовании, к сожалению, не дает четкого понимания, за чей же счет сегодня должны приобретаться рабочие тетради. Хотя органы прокуратуры уверены за счет бюджета, а соответственно выдаваться школьникам бесплатно. Мы тоже разделяем эту точку зрения, поэтому и вышли с соответствующей инициативой. К сожалению, большинство депутатов нас не поддержало, посчитав наше предложение преждевременным. В итоге мы сошлись на том, что приняли коллегиальное обращение в адрес министра образования и науки Российской Федерации с просьбой урегулировать эту проблему на своем уровне. Пока ждем ответа, но в случае, если у нас не устроят и никаких мер предпринято не будет, обязательно вернемся к нашим предложениям. Вообще, одной из самых продуктивных стала крайняя депутатская сессия перед каникулами. Во-первых, наконец-то был сделан первый шаг в сторону детей войны. Тех, чьи детские глаза видели все ужасы Великой Отечественной, чьими руками воссоздавалось разрушенное государство. Тех, кто точно заслужил признание. Группа депутатов Архангельского областного собрания выступила с инициативой в адрес Государственной Думы о необходимости скорейшего рассмотрения и принятия соответствующего федерального закона. Коллеги нас поддержали, и обращение было принято. Дело теперь за Госдумой, но уже нового созыва. Надеюсь, что наши просьбы, подкрепленные тысячами, а то и миллионами голосов поддержки, будут услышаны. А если что-то все-таки пойдет не так, то мы не намерены отступать и будем продвигать областной закон о детях войны, как это уже сделано в ряде других регионов нашей страны. Во-вторых, огромные финансовые средства были выделены на ремонты дорог. Думаю, что это заметили все без исключения. Например, в областном центре в городе Архангельске за летний период планируется произвести ремонты участков прежней части проспекта Новгородский, Троицкий и Никольский, улицы Октябрьская, Федора Абрамова, Красной Звезды, Терехина, Петрова, Советской, Роза Люксембург, Шабалина, Логинова, Дачной, Адмирала Кузнецова, Кировской и других. Как видите, объем работ серьезный. Кстати, более подробную информацию можно посмотреть на сайте городской администрации архсити.ру. Не забыли депутаты и про другие дороги. 400 миллионов выделено на ремонтно-восстановительные работы на участках автомобильных дорог Вельск-Шангалы, Усвага-Ядриха, подъезд к городу Котлас, Далматова, Няндама, Каргополь, Пудаш. 1 миллиард рублей на строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог и мостовых переходов, в том числе 716 миллионов на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Архангельск от поселка Бринаволок, Каргополь, Вытигра до села Прокшина, на перегоне Бринаволок-Плесецк. Также в этом году будет завершена реконструкция участка Сухой Самодет с водом почти 12 километров автодороги. Почти 300 миллионов рублей направлено на завершение строительства мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Вельсшангалы и строительство мостового перехода через реку Мысовая на автомобильной дороге Карпогоры, Сосновка, Нюхча, граница Республика Коми. И это еще не все. Некоторым городам и районам области дополнительно из регионального бюджета выделены средства на мероприятия по ремонту муниципальных дорог. Городу Архангельску выделено 150 миллионов рублей, Северодвинску 70, Новодвинску 30, Котласу 22,5, Акоряжме 3 миллиона, Плесецкому району 24 миллиона, Няндамскому порядка 19, Красноборскому почти 14 миллионов, а Пиннишскому полтора. Согласитесь, объемы работ огромные, и это несмотря на средства, запланированные в местных бюджетах. Но и этого, к сожалению, пока недостаточно. Хотя направление выбрано верно и старт весьма многообещающий. Да и жителям других городов и районов расстраиваться не следует. В следующем году обязательно придет и ваша очередь. Правда, нужно еще, чтобы ваши местные власти немного подсуетились. Наверное, я вспомнил одни из самых ярких моментов работы депутатского корпуса. Чем и поделился. А если у вас появятся новые вопросы или предложения, то вы помните, как меня найти. Социальные сети Сергей Пивков. Ну или обращайтесь прямо в областное собрание депутатов. До новых встреч!